Итак, друзья, это продолжение нашего видео дикарями в Англию или по Англии. На самом деле это краткозрочный заезд, и те, кто смотрит основной канал, должны узнать уже Алексея, потому что эта серия выходит после того, как мы съездили в Англию. Находимся в квартире, я решил, наверное, не интервью, а небольшой диалог с Алексеем вынести в отдельное видео для лайв-канала, потому что много интересных моментов Алексей рассказывает просто в своей квартире о жизни в Англии. И эту квартиру вы уже видели, мы ее всю прошли, то есть вы можете посмотреть это именно в основной серии. А здесь поговорим о каких-то бытовых вещах, вот, например, о продаже этой квартиры. Леша рассказывает, что была неудачная попытка продать. Я стал расспрашивать, как здесь все происходит, оставляют ли здесь аванс за квартиру. То есть в твоем случае, например, я так понимаю, хозяйка взяла и просто отказалась от покупки, не оставляя аванс, но какое-то время вы потеряли на этом. Получается, тут совсем другая система, тут никто не оставляет никаких авансов. Тут приходят, смотрят, нравится квартира, делают тебе предложение. И ты уже смотришь, нравится тебе, цена не нравится. Понравилось, ты принимаешь его. Приходит тебе официальная бумага, и с этого момента, как бы, официально считается, что ты в процессе продажи. То есть твои квартиры убирают с рынка и начинают только работать юристы. Как вы фиксируете отношения? Потому что если пришел человек, то есть может просто душевно больной ходить и всем говорить, я беру это, это, это и это. Все через агентство идет. Как в агентстве они делают юнит нашей квартиры, и когда человек смотрит, он говорит, у меня есть либо наличные я покупаю, либо я беру в банк и кредит. И как бы они уже сразу проверяют. Ну как-то документируются отношения между продавцом и покупателем. Закрепляются? То есть, получается, они закрепляются в самый последний момент. Когда он готов купить, то он обращается не к нам напрямую, а обращается в агентство, которое выставляет нашу квартиру на продажу. И они, соответственно, ссылают нам официальное письмо, где указано, что такое-то, такое-то, делаем такое-то предложение. На что мы должны официально, как бы, отписать, сказать, что да, мы его принимаем. И как-то запутанно получается. То есть, вроде как готов купить, но вроде как не готов. Есть несколько стадий готов, я так понимаю. Но на самой ранней стадии готов купить, ты уже должен снять квартиру с продажи. То есть, ты должен смотреть на серьезность покупателя. Я так понимаю, после этой истории ты теперь сильно задумаешься, когда тебе в следующий раз скажут, что готов купить. Наверное, просто людей будешь подгонять к следующему этапу со словами, иначе я буду продавать дальше. Скажем, есть такой нюанс. Многие рекомендуют продавать ее от людей, у кого есть наличные. Но в моем случае первый человек, кто от нас 8 месяцев нас промрочил на голову. 8 месяцев это продолжалось. 8 месяцев, да. И в последний момент он сказал, все, нет, я не буду покупать. Он за наличные. Без объяснения причин. Да, он за наличные хотел купить. Скажи мне, по стоимости квартиры. Здесь две спальни, да, получается? И одна гостиная? Ну как, трехкомнатная? Двухкомнатная. Двухкомнатная, все-таки. Считается двухкомнатная. Но комнаты я просто обошел. Две спальни. Две спальни и гостиная все равно есть. Гостиная не считается спальней. Но тем не менее, она считается трехкомнатной по стандартам, которые в России привыкли. То есть, это кухня, один санузел, раздельный или совмещенный. Но мы все это снимали. То есть, это все есть в отдельной серии. И сколько метров эта квартира? Честно, даже не знаю. Ну, на мой взгляд, я думаю, метров, наверное, 70. Ну, там плюс-минус немножко, вот так вот, мне кажется. Я просто иду к вопросу стоимости, потому что зададут вопрос, сколько это стоит. Вообще, это считается не Лондон. Это Essex уже. Уже считается... Соседнее как графство. Да, соседнее графство. Но его хотел забрать Лондон в свою префектурию. То есть, это у тебя новый Лондон. Как есть новая Москва, знаешь, когда... Вот, по своей сути. Но все равно это близко к Лондону. Это в транспортной доступности. Здесь рядом метро. И можно... Вот сегодня пойдем вечером в центр. 40 минут, да, ты говоришь? Да, 40 минут. И это тоже все отдельная история. Сколько стоит метро, как ехать и так далее. И сам по себе Лондон. Возвращаемся к стоимости самого квартиры. Сколько квартир в этом здании? Мы ее продавали за 350. Это что приходил непосредственно с агентства человек, который занимается оценкой. Он сказал 350. 350 тысяч фунтов. Да, 350 тысяч фунтов. Мы ее выставили. Скажем так. Мы выставили ее 2 года назад, еще до Брекзита. Нам сказали, что вы ее продадите за 365. Просто квартира над нами продалась за 378. Она чуть больше нашей и двух уровней. У нас сказали, что 365 – это то, что вы должны ждать. И первый раз мы ее продавали за 350. Когда человек потом поменял значение. В 8 месяцев когда, да. Второй человек, когда он отказался, мы выставили ее обратно на продажу. То мы уже были готовы продать за 340. И у нас все шло в 340. Сейчас после Брекзита, ну как Брекзит этого, еще не прошел, но нестабильный рынок. И поэтому цены стали сначала остановились, потом стали на единопаду. Вот тоже интересный момент относительно Брекзита. Вот можно сказать, простые англичане рассказывают о том, что есть моменты, которые негативно влияют в целом не на экономику страны, а вот на личный карман человека, у которого есть какие-то инвестиции, недвижимость, какая-то собственность в Англии. И вот отражается уже, потому что спрос стало меньше, потому что, я так понимаю, наверное, меньше людей из Европы стало интересоваться этой недвижимостью, например, в том числе. Ну в целом, наверное, по всей стране. Ну нюансов много, мы сейчас не будем Брекзит обсуждать. Я могу привести один пример. На основании вот, моя жена сейчас работает в юридической компании, и она сейчас именно занимается в отделе, кто занимается недвижимостью. И у них есть клиенты, которые иностранные инвесторы. Они больше всего боятся не Брекзита, а того, что к власти придет премьер-министр, станет Корбин. Ну смотри, как тоже какая-то есть боязнь относительно нестабильности, политической нестабильности. Это их больше пугает. Старой доброй Англии. Да, это их больше пугает. И как она говорит, то есть им... Непредсказуемые изменения. Да, им клиенты звонят, и прямо вот спрашивают, что будет, потому что они не знают, что делать с их инвестициями, которые уже есть здесь. То есть никто не вливает новые, но которые уже есть существующие, что я этого не знал. И как бы жена просто по работе, то, что с этим столкнулась, и она мне сказала, то я был... Когда я думал, что Брекзит у нас главная причина, а сказали нет. Если придет Корбин, то там инвестиции просто станут уходить. Ну и так как эта квартира является не основным твоим жильем, она является инвестиционным тоже в свое время сделанным, опять-таки вернемся к теме, за сколько эту квартиру можно сдавать. Ты ее сдаешь на Airbnb? Не на Букинге. На Букинге... Нет. Почему их, кстати, не на Букинге? Честно, никогда даже не думали, не рассматривали. Ну, может и правильно. Я Букинг с некоторых пор недолюбливаю в силу их там нелояльности к клиентам, поэтому надо тоже задуматься о том, что... Потому что я квартиру несколько раз сдал через Букинг, ну, которая у меня тоже инвестиционная, вот, только в Испании. А теперь, думаю, надо на Airbnb сделать больше упор. И сколько она обходится клиенту в сутки? От 90 до 110. Уборка... Есть такая понятия? Уборка включена, да. То есть, включена 90-110. То есть, клиент дополнительно платит. Сколько? 30 фунтов. 30 фунтов. Ну, потому что в Испании там 40 евро стоило бы примерно то же самое. Все равно, то есть, нужно отдать там, ну, в евро, там, около 150 евро за ночь. Не в Лондоне, а по соседству, по своей сути. Ну, просто в хорошей, комфортной квартире. Здесь есть парковка. Я так понимаю, парковочное место прикреплено, да? В квартире закрытое. Это хорошо, потому что я выглядываю на улочку здесь. И, честно говоря, машины стоят с аварийками. Так, быстренько ставят, куда-то бегают. Я так понимаю, что просто так запарковаться здесь не очень просто. На улице бесплатно взять где-то... Ну, как бы тут есть парковочные места, которые они ставят так, ограничение на парковку, что вот в течение, там, двух часов ты не можешь парковать. Либо нужно платить, либо тебе нужно иметь, как бы, разрешение на... То есть, если у меня нет парковочного места, но я здесь, допустим, хочу... В квартире в такой, там, жить, остановиться, снять. Я не знаю, что... Сколько я потрачу на парковку в этом районе, который не Лондон, не самый дорогой, своего автомобиля? По-моему, здесь около 4 фунта за 2 часа. 4 фунта за 2 часа. То есть, если я приехал домой, там, на ночь на 10 часов, допустим, у меня там работа, еще что-то, я отдам 20 фунтов за эту ночь? Нет, 4 часа... Просто, то есть, как здесь именно есть, вот, на 2 часа надо платить, все остальное время бесплатно стоит. А, то есть, минимум 2 часа, а дальше уже все равно бесплатно. Ну, наверное, это всего того, что район достаточно отдаленный, не самый дорогой. В целом, конечно, чем ближе к центру Лондона, тем страшнее условия, и поэтому я в своих, вот, видео, которые я сейчас снимаю здесь по Англии, рассказывал о том, что есть люди, которые живут в центре Лондона, мои знакомые, друзья, которые не покупают просто автомобили, хотя являются состоятельными людьми, потому что они говорят, ну, просто эксплуатация машины слишком дорогая. Это, кстати, отдельная тема, тоже ее обсуждали с Алексеем, он рассказывал немного про стоимость эксплуатации автомобиля, техосмотры, страховка и так далее. Страховка 1800 фунтов только одна в год. По квартире, сколько квартира обходится коммунальные платежи? Коммунальные, сейчас приведу пример, я вот только вот вчера просыпать его, за 3 месяца электричество 315 фунтов вышло. Где-то 100 фунтов в месяц в среднем, да? Ну, ведь она не всегда была заселена, то есть она долгое время пустовала. Она, получается, как бы больше приходит, потому что начинается холода, начинают люди использовать эндерфло-хитинг. Да, начинается подогрев полов, начинает везде, потому что он везде даже, где ламинат, жилая зона. Да, и ламинат, и плитка везде сделана, а так за воду у нас выходит, по-моему, 260 за 6 месяцев. У вас за полугодие платится, наверное, около 40. Да, около 40. Около 40 фунтов в месяц. И электричество? 145. Значит, газа у нас тут нету, но мы еще платим за землю раз в год 350 фунтов. Это как налог, в принципе, на квартиру в целом, земельный налог. Это не то, что на землю. Получается, земля не принадлежит нам. Земля принадлежит кому-то, кто разрешил построить тут дом. Вот этому кому-то мы платим... А кто дает частное лицо? Ну, или компания какая-то? То есть, эта компания теоретически в какой-то момент может сказать, что эта земля стоит в 10 раз дороже, и вы не сможете ничего сделать, потому что у вас есть недвижимость на чужой земле. Ну, в принципе, да. Ну, я понимаю, что на практике, наверное, это абсурд, но теоретически, юридически это возможно. Тоже вот так отдал 350 тысяч фунтов за квартиру, которая стоит на земле. А может быть, скажи... Он вообще скажет, не надо мне ничего платить, я тут торговый центр строю. До свидания. Ну, как-то, все равно, как у нас есть разрешение, что-то, как называется, лис. У нас лис на 125 лет. 125 лет нас не будут трогать. А, ну вот, да. Через 125 лет они скажут, все, убирайтесь, все, теперь свободно. Мы хотим строить этот шортный центр или еще что-то. Сколько аренды такой квартиры стоит долгосрочно, если ежемесячно, вот, арендовать, не по Airbnb за 100 фунтов сдавать ежемесячно? От 1300 до 1500. Ну, относительно вложения 350 тысяч, это не очень большой, получается, доходность. То есть, это, ну, процента, там, 3 в год. Это вложение 350, это как мы рассматриваем нынешнюю стоимость квартиры. Когда мы покупали, она стоила 267. Ну, она выросла, да, в целом. Вот это как раз удачный шаг, когда покупаешь недвижимость, которая, в принципе, отрастает. То есть, вторично то, что ты на ней зарабатываешь, как минимум окупаешь все расходы, но она в целом растет. То есть, деньги были вложены грамотно, и никакой банк такие возможности бы не дал. У нас вот есть живой пример. Вот по нашей улице, туда дальше, есть другая такая квартира. Ее тоже сдают на Airbnb. Когда-то хозяин обратился к нам. Мы такого, когда такого не сталкивались, но случилось. Он к нам обратился и говорит, я вот вижу, что вы сдаёте на Airbnb свою квартиру, и у вас очень хорошие отзывы. Не хотели бы вы сдавать мою квартиру? Тоже, чтобы от себя, чтобы вот там людей привлечь. Мы сказали, да, не вопрос. И мы с ним когда разговаривали, он купил квартиру как раз вот перед Brexit. Он купил ее, Brexit прошел, и его квартира упала на 20 тысяч. И он уже получается в минусе на 20 тысяч. Ну, тут это лотерея своеобразная. Тут надо понимать район, перспективы, застройка, торговые центры, инфраструктура. То есть, если ты купишь в районе, который потенциально не имеет перспектив роста, в любой стране и городе и миру все то же самое. Поэтому в этом отношении, конечно, понятно. Да, то есть, скажем, мы еще более-менее там... Ну, не более-менее, у вас хороший рост, у вас там плюс 100 тысяч фунтов фактически по стоимости квартиры. Ну, и 100 у нас там сколько? 50 выходит. 267, ты сказал, купили. 267, сейчас 350, но мы продаем за 330. Да, но она уже снизилась. То есть, вы уже немножечко снизили планку своих желаний и хотелок. Ну, и что смотрят сейчас, интересуются? Ну, надо... На данный момент, потому что уже у нас... На данный момент мы тут живем с Валерой. Как окупасы. Да, но на данный момент юристы с нашей стороны, юристы с покупательской стороны сейчас просто обменяются там какими-то своими документами. То есть, мы просто еще ждем. Ну, это считается дорогая квартира вообще, в принципе, вот для Лондона? Дорогая? Да. А от какой суммы можно купить? Вот ты же смотрел мои, там, от Томщердавил, Аликанты, квартира там от 30 тысяч. Ну, опять, с точки, это зависимость от района. Если брать самый плохой район, там можно и за 200 тысяч купить, двухкомнатные квартиры. Ну, ты знаешь, это звучит и за 200 тысяч, это не и за 20 тысяч, это немножко разные планки. Я смотрю именно как бы Лондон. Да, да, то есть, ну, я понял. То есть, то, что в Мадриде, например, это столица тоже, опять-таки, испанская, там в плохом районе можно купить квартиру и за 50, ну, такая планка как бы, а тут и за 200 немножечко все-таки тоже. Ну, зависит от дохода. Англия дорогая страна, мы, в принципе, разговариваем о том, какую квартиру вообще можно купить и за какие деньги. Вообще, первый такой вот дилетантский обзор, потому что для меня британская недвижимость, ну, в общем-то, наверное, я никогда и не целился, не интересовался, интереса не представлял. И когда стал Алексея расспрашивать о всех нюансах, он мне стал рассказывать интересные вещи, которые вот сейчас, по сути, вам тоже пересказываются, для того, чтобы понять, в каких странах мира, как все это дело происходит. Причем, я никому не рекомендовал бы покупать квартиру. Не рекомендовал бы покупать? Не рекомендовал бы, нет, ни за что. Это, опять-таки, от того, что сейчас жена работает в департаменте по недвижимости. Сразу видно, не риэлтор, человек, в конце не будет, обращайтесь, Алексей, продажа квартиры в Лондоне и окрестностях. А почему? Мы такого не знали. На самом деле, как вот, мы платим, сервис-чарль называется, за вот обслуживание нашего строительства, строения, да. У нас 2000 в год. Наша вот компания, которая занимается этим, как бы, скажем, владелец здания, она может прийти в любой момент и сказать, что мы хотим поменять полностью крышу, там, поменять полностью, там, ворота, фасад весь поменять. И все скинулись по 20-точке. Да, и с вас, с каждого, там, по 20, в лучшем случае, скажем, по 50. И мы не можем отказаться. Вот, кстати, в Испании как раз такой ситуации нет, потому что вот дом, опять-таки, я сравниваю со своей инвестиционной квартирой, это недорогой в обслуживании дом, но достаточно старый. Поэтому, потому что там нет бассейна, там нет уборчиц, там нет территории какой-то крутой, поэтому дешево обходится. Но дом в то же время старый, там, 80-х годов. И есть ряд моментов, например, там, фасадные какие-то работы. Вот, давно пора обновить фасад. Вот ходят по квартирам, а там курортное жилье, часть бабушки, часть дедушки из Мадрида приезжают, покупают там, которые им говорят, надо скинуться, допустим, по 500 евро со всех. Тогда мы делаем хорошие фасады, и там, я не знаю, там, 30 или 40% не согласны. И ничего не сделаешь, ты их не заставишь никак. А почему они не согласны? Большинство не согласны потому, что они понимают, что многие согласны. Сейчас просто эти 500 евро поднимут до 700, вынуждены из-за них, потому что другие скажут, но мы хотим уже фасад, давайте уж по 200 накинем. И все сделают. И им тоже сделают. То есть регулирующего никакого фактора нет. А у вас, я так понимаю, безаловка? Мы этого не знали, мы честно этого не знали. То есть сейчас, когда просто коснулось там у нас, скажем, пример нашей квартиры, мы поменяли пол и то. Прежде чем поменять пол, мы-то купили, мы не знали ничего, мы зеленые были. Я пытался звонить, узнавать, можно, нельзя. И меня с одного департамента в другой послали, в третий. И так вот по кругу. Потом мы сказали, все, надоело, меняем. Поменяли, начинаем продавать квартиру. И тут мы узнали, что оказывается, что мы не имели права менять пол. Вот с ковра на ламинат. То есть вы не имели права просто перестелить пол? Не имели права. Вот это круто, круто. Мы начинаем... Это же не стены ломать, несущие там. Да, мы начинаем к ним звонить, как бы писать e-mail, и говорить так и так, вот мы не знали, мы так сделали. Они сказали, все, что хотите делать, и срываете. Мы вам все не разрешаем. Меняйте назад на ковер, как раньше было. Говорю, ну понимаете, вы больше денег потратили. Ваш ковер, который был, он был вот когда оригинальное здание сделали. Вот он вот тогда был там 10 летней давности. А мы поселили новый, все там, все как надо было сделано. Сказали, нам ничего не интересует. Обалдеть. И вот это вот... В общем, ты не рекомендуешь покупать недвижимость в Лондоне. Если только не Абрамович. Не то, что в Лондоне. Просто не покупать в этот. Либо надо иметь очень хороших юристов, которые прям будут до тошни, до тошни. То есть проще арендовать получается. Учитывая тем более объем инвестиций в недвижимость в Великобритании, и вот ты сказал, стоимость аренды квартиры подобного плана, получается даже выгоднее? Есть квартиры, у нас называется leasehold. То есть как бы вот lease – это то, что сколько нам лет тут можно. А есть называется freehold. Freehold – то есть ты уже как бы не должен никому это платить, ни у кого спрашивают разрешение. Если покупать квартиру, бывает дом переделанный, просто большой дом, переделанная квартира, и он называется там freehold. Покупаешь freehold, и там делаешь что угодно. Тебе никого спрашивают, ничего не надо. А вот прилицах вот этих вот, как у нас, leasehold. То есть вот эти владельцы здания, они могут что угодно сказать, что угодно сделать, и юридически ты не можешь. Там придут у тебя юристы, там кучек, и они ничего не смогут сделать. Потому что сказано в контракте, что вот… Ну вообще получается, как бы, вроде бы твоя недвижимость, но как бы не совсем твоя по ряду разных факторов, которые неожиданно всплывают, и могут не только тебя лишить каких-то там элементов собственности, пусть и косвенно, но тем не менее, но и какие-то непредвиденные расходы понести, на которые ты совершенно не рассчитывал. И причем это зависит исключительно от наглости и дурости потенциальных людей, которые владеют либо землей, либо управляют домом, запрещают там менять полы, либо решили все ремонтировать, хотя может быть ремонт не нужен, но если сказали, что нужен, ты не можешь пойти против. То есть очень много подводных камней, которые делают твою недвижимость своеобразным таким, знаешь, бомбой замедленного действия, которая тикает, но может когда-то рвануть. Вот поэтому как бы мы сейчас хотим продать квартиру и купить уже дом. С домом уже этот твой дом… Ага, вот он нюанс. То есть если покупать, то, наверное, дом логичнее, чем управляющей компанией, какой-то кусочек, который… Да, дом либо квартиру вот freehold и все. Потому что, ну это… Опять-таки могу другой пример привести. Друзья наши купили квартиру, и они просто хотели… Вот у них была ванная комната, они не хотели, они говорят, мы ванной не пользуемся, мы хотим душевую. Заменить ванну на кабинку. Да, убрать полностью ванну, поставить душевую, там сделать ремонт, плитку, все. Косметика. Все, то есть им заняло там 6 месяцев, чтобы разрешение получить. Он сам юрист, ему пришлось там, скажем так, уже пройти, просмотреть все законодательства и написать уже, как называется, letter before claim. Прежде чем как идут в суд, то есть необходимо как бы там пытаться регулировать это. И уже дошло до того, что он просто написал им это письмо, сказал, что если вы не разрешаете, мы идем в суд. И ему сразу позвонили, сказали, все, делайте. И важная информация, то что Алексей давно живет в Англии, ну и фактически это для него там родная страна. То есть нет каких-то непонятных моментов, но их периодически приходится изучать, как обычному англичанину, я уверен, что есть ряд англичан, которые тут родились в этой стране, но все равно для них что-то является вдруг открытием и новостью после инвестиции. Денег каких-либо, где-то, они узнают какие-то моменты, юридические тонкости. И вот это вот как раз была цель рассказать вам вот в этом видео немного про такие нюансы, которые я просто хотел, чтобы вы услышали вместе со мной, потому что пересказывать это все тяжело и сводится обычно к такому разговору, что, ребят, разговаривал с одним парнем, живет в Англии. Короче, пипец, нельзя брать в Англии квартиру, но точно вспомнить, почему не могу. Но что-то там очень все плохо. И потом начинаем говорить, да ну, да ладно, все олигархи туда приехали, еще что-то. Но я понимаю, что для олигархов, наверное, такие проблемы, они не проблемы. Но в целом, если есть люди, которые собираются купить недвижимость, например, в Англии, для них эта информация полезная, там, потенциально даже рассматривающая. Спасибо.